105 урок тора мы очень прекрасно двигаемся уже заканчиваем не выдумать 120 будет как лет маши равена как лет наши рабы на 120 уроков с божьей помощью и мы закончим книгу это очень приятно заканчивать не вы эта книга для меня лично стала одной из самых исторических таких книг можно так сказать которые прямо повлияли сильно на моем мира восприятие да то есть это очень сильно и мне прислала одна одна очень хорошая женщина святая прислала вчера видео говорит это как раз про благодарность но на иврите было видео это про сапир коэн которая 50 дней была в плену я очень впечатлился 50 дней она была в плену в газе и она рассказывала свою историю я впечатлился перевел ее сам лично перевел сделал титры и озвучил поэтому посмотрите она есть в инстаграме в экран она есть телеграме считаю что эта история надо делиться она про благодарность и про веру и про то как вообще все это работает очень-очень такая вдохновляющая и включающая история для меня лично вот так что посмотрите поделитесь ей хорошо друзья все и мы значит сегодня у нас 105 урок 105 урока до всем шалом всем хорошим добрым людям шалом чтобы всевышний давным шалом и чтобы все пробудились потому что вот понимаете как он вынужден просто он вынужден нам давать какие-то проблемные ситуации чтобы пробудились вот суть ее истории она все не было хорошо но она чувствовала что что-то вот что-то плохо и научим посмотрите это видео не буду сейчас пересказывать значит еще раз в мы сейчас изучаем 11 главу и здесь он нам говорит такие уже глобальные вещи то есть до этого мы изучали детально что не надо ныть как благодарить как благодарить разных ситуациях как молиться в разных ситуациях то есть мы прошли уже практически все практически такие моменты и в одиннадцатой главе она говорит о глобальных вещах например о том ради чего общий человек живет и глобальный взгляд на мир и вот он дал нам три таких три главных цели значит что исправлять мир исправлять себя и радоваться заповедям выполнять заповеди всевышнего и радоваться при этом вот три как бы таких основы на которых надо строить свою жизнь глобально и самая главная основа всех основ мы изучили это вера вера значит он называет вера ира в шаломаруш вера в то что нет ничего кроме бога ничего никого все это проявление всевышнего есть один бог творец мироздания который всем 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 управляет и все это его проявление то есть нет отдельно людей отдельно погоды отдельно болезни отдельно собаки отдельно там жены то есть все это про есть только я и бог все в мире есть только вот две сущности я которые которые в через ну вот я и вот моя граница все остальное это проявление бога с которым он со мной разговаривает частное проведение да он до этого много говорили про индивидуальное частное проведение и это вот его такая система раб шаломаруша который он получил от своих учителей энот мильвадо правильно дмитро андреевич твадуха говорит в эту важную фразу нет ничего кроме его одного да то есть это все один бог в его проявлениях но это не просто буквы управления с каждым из нас он взаимодействует по индивидуальному какому-то индивидуальному плану да это как бы основа веры и вторая основа веры он говорит первая основа веры что нет никого кроме него кроме бога вторая основа веры это что все к лучшему что бог хочет мне добра и у нету другого у бога никакого ко мне желания и намерения кроме как дать мне добро и даже если в данный момент что-то происходит не очень хорошее как вот эта девушка с аппер коэн она говорит я когда повторяла 27 псалом и в это время ломились террористы ломали дверь мой дом чтобы но она же не знала убьют и не убьют я повторял этот слов друг я почувствовала внутри огромное спокойствие да а потом она говорит я благодарила все время бога в плену что он именно меня выбрала не кого-то другого и дал мне силы это пройти то есть я чувствовал что я должна это пройти все и она пообещала богу соблюдать шаббат если он спасет он ее спас и когда она вышла значит вот она и и обменяли в этот плен и она вот прям видно она сияет то есть она не не сломлено на не какая-то она реально получила огромную силу и до этого как бог мог ее проводить пробудить например она чувствовала себя очень плохо внутри она боялась что она больна смертельной болезнью и только из-за этого она начала искать впервые в жизни молитвы в интернете до этого она у нее не было то есть она молодая девушка красивая веселая у нее не было как бог мог ее пробудить то есть он не давал все она веселая счастлива она в этот момент не пробуждалась чек почему-то не ищет молитву поблагодарить бога за все хорошее что у него есть как хорошо так кто сделал я молодец как только плохо вот тогда значит что бог бог же он хочет человеку дать добро добро для человека это пробудить свою божественную природу и соединиться с богом значит как это сделать если он по-хорошему не пробуждается значит бог вынужден нам делать какие-то неприятности хорошо теперь дальше сегодня давайте двигаемся дальше 105 у нас сегодня урок и говорит нам говорит нам раф шалом ару следующую вещь он говорит так есть одна самая главная проблема у людей да он говорит у всех это отсутствие веры вот что для него вера еще раз повторю я даже вернулся вера это значит что нет никого кроме бога и значит что все к лучшему бог хочет только добра то есть вот этот вот такой максимально позитивный взгляд на мир он говорит но люди они боятся работать над верой почему он пишет что для них это великий позор но он здесь обращается все те главная его аудитория это религиозные соблюдающие люди то есть он обращается этой книгой надо понять к религиозным уже евреям соблюдающим заповеди которые которые вот час дальше он про них пишет он говорит что а веры то вас нет то есть вы можете соблюдать все что угодно вера нет а почему люди не работают над верой потому что как только они начинают в эту сторону смотреть они обнаруживают что нет у них этой веры что все от бога и нет ничего кроме бога и все к лучшему и он говорит хорошо но но если они не хотят работать над верой тогда значит не хотите ладно но говорит я вам другой вопрос задам тогда да а не станете живы отрицать что вам не хватает радости то есть действительно если посмотреть на очень многих и религиозных людей соблюдающих заповеди живущих полностью религиозной жизнью они вообще не веселые они вообще я помню сейчас я вспоминаю такое высказывание когда-то меня очень запомнилась дочка рабыцкая козильбера раба нет хава куперман она они приехали в они воспитывались в казани они родились потом они переехали в ташкент и всем втором году они приехали в израиль и они воспитывали в семью рабыц как они были все религиозные все соблюдали ходили в школу в обычную там не писали в субботу там целого них была огромная огромная была такая как приключение да чтобы соблюдать все заповеди при этом оставаясь в среде советского союза и вот она говорит и мы приехали когда в израиль во первых рабыц как тоже думал сам что он говорит я думал в израиле все соблюдают все религиозные приехал а вообще особенно в те годы было намного меньше религиозных даже чем сейчас людей это была такая социалистическая страна в семидесятых годах социализм такой и он говорит я вообще хотел уезжать прямо мне было так насколько это страшно что в израиле не соблюдают шаббат там не учатся и но хава пишет куперман она говорит и религиозные в израиле были какие-то совсем не религиозные вот это она такую фразу я запомнил то есть как она определила по вот здесь он пишет что он говорит если говорит спросить у вас вера есть они скажут есть а че же вы не радостные тогда значит вам не хватает веры поскольку обладатель совершенной веры всегда пребывает в радости вот это вот он дал тоже один очень важный индикатор человек который понимает что все от бога и человек который понимает что все к лучшему он все время будет радостным он будет веселый радостный счастливый потому что в этом и есть индикатор контакта настоящего с богом допустим вы не хотите признавать что радость зависит от веры ладно он может сказать а нет радость не зависит от веры хотя тогда непонятно чего радость зависит он спрашивает а что тогда со смирением у вас есть смирение мушарбэн учителя нашего опять же для нерелигиозного человека непонятно что скромность по религиозному как бы шкале координат это самое важное качество то есть быть скромным это круче всего да есть известная история когда в ешива была такая шива где они изучали ну вот как исправлять характер такое сдвижение нравственность да мусар она называется на иврите и вот там они такие больше всего работают над скромностью потому что считается самое отрицательное качество гордыня и высокомерие и это считается ну вот прямо самое отвратительное качество и в этой ешиве они работали над скромностью и приходит туда новый ученик смотрит они все-таки сидят значит я никто я ничто я никто я ничто я никто там у меня нет эго я ничто там все он такой посмотрел на них да сел тоже говорит я никто я ничто один поворачивается к нему говорит смотри какой говорит гордец первый день дешеве уже никто и ничто уже он прямо думает что он уже никто и ничто то есть так он спрашивает раф шалмаруш говорит хорошо вы не верите что вера зависит от что рада зависит от веры а что тогда со смирением ведь человек значит наделенный совершенно верой обладает также совершенным смирением почему человеком в обладающей верой совершенно обладает смирением он говорит а все от всевышнего что где я я вот это рукой кто пошевелил всевышний урок кто проводит ну что это я просто прочитал повторил меня здесь нет это всевышний он полностью как бы сквозь меня работает ну работая делает все это всевышний а я здесь только могу радоваться присутствовать и радоваться это так думает чека владающей верой а у кого нет веры он думает вот я молодец урок провел вообще красавчик нам все я я я я а по факту вот это я но настолько иллюзорная и настолько сам человек без миллиона сопутствующих обстоятельств которые он вообще не контролирует например я вообще не контролирую свое все процессы физиологические но здоровье да один один в организме нарушается одна настройка об и нет человека пока мне человек доезжает например я с утра там ездил на молитву вернулся пока человек доезжает до места миллион раз он мог не дай бог попасть в аварию там еще что то то есть все что мы утром проснулся человек ночью спит он вообще не контролирует ни один а вдруг вот так вот на секунду дыхание остановилось и нет человека все поэтому тот кто обладает совершенно верой и понимает что нет ничего кроме всевышнего он помогает понимает что все от всевышнего все что с ним происходит все от всевышнего и он становится поэтому скромным дальше можно так спросить о всех душевных качествах о гневе разве вы никогда не гневаетесь если гневаетесь тогда значит в эти моменты написано что тот кто гневается он как будто бы и дала поклонник почему он как будто бы и дал поклонник вот смотрите происходит событие да какое-то событие происходит чек нормальный то есть возьмем сейчас вера как абсолютная норма да вера что все от всевышнего мы возьмем как объективная реальность тогда нормальный чек он понимает то что есть есть то что произошло произошло как можно как можно не принять то что есть только в случае если человек у него есть он поклоняется какой-то силе и он думает а вот может быть или например неприятие это он поклоняется своему эго он говорит я не принимаю я хочу по-другому так уже есть она реальность вот она а я не принимаю реальность значит это так как будто бы дал поклонник то есть гневающиеся это тут и не принимает реальность теперь чек который верит что кто-то может ему повредить кто-то может ему помешать кто-то может то есть он не понимает что никто ничего не может есть только всевышний это все разные формы когда вот первый чек он сказал его всевышний спрашивает а ты что ела дерево что эти сказал не есть он говорит я не ел это жена которую ты давно нам она мне дала да он с одной стороны вот смотрите тут сайте очень интересный этот момент с одной стороны он всевышнему что сказал он говорит ну ежи ты ты же главное ты мне дал жену она мне помощница эта жена которую ты мне дал она мне дала я дерево я дерево не ел то есть я лично не сделал никакого движения чтобы нарушить твою волю сказал человек я лично вот ты мне сказал не есть от дерева я не ел а он говорит так ты же съел дерево познания добра и зла что же ты мне рассказываешь ты же съел говорит эта жена которую ты дал мне она мне дала то то есть он мог ну по большому счету я не вижу здесь вот тут очень интересно его ответ очень понятный и ответ здесь есть смирение да то есть он бог ему сказал а дерево не есть он на дерево не ел он бог ему дал жену сказал это твой помощник значит жена ему приносит говорит поешь но он мог сказать что все равно бог же мне сказал не есть значит я чего буду есть он съел она переложил на жену сказал смиренно ну действительно вот этот момент надо было бога слушать они жену бог ему сказал не есть все надо было не есть ну ладно это отдельный отдельный значит момент надо будет обсудить теперь и точно так же обо всех качествах он говорит если мы посмотрим на все качества, то если у человека есть какое-то плохое качество, то это значит, что у него недостаёт веры. Если у него недостаёт веры, он говорит, эти вещи следует усвоить хорошенько, поскольку они позволяют понять, почему некоторые люди, целый день изучающие Тору, живущие по Торе, словлены и погружены в депрессию, страхи и тревоги. Почему они погружены в депрессию, страхи и тревоги? Потому что они не работают над верой, и в их книге недостаточно главных страниц. Он говорит, все, что человек делает, он говорит, есть главное, а есть старостепенное. И главное это вера, что нет никого кроме Бога и что все к лучшему, а все остальное это частности. И он говорит, что мы заботимся больше о частностях, но на самое главное не обращаем внимание. Мы это, он говорит, те, кто соблюдает. Изучаю Тор, изучаем Тору, тщательно соблюдаем заповеди. Все это прекрасно, когда служит главной целью, достичь вот этой веры, что нет ничего кроме Бога и все к лучшему. Давайте представим себе человека, который приобретает мебель за навески на окна и электроприборы, а дома-то у него нет. Поэтому он говорит, все внешние атрибутика, это детали. И если нету дома, нету вот этой веры, что нет ничего кроме Бога и все к лучшему, то все эти детали, он говорит, непонятно зачем. То есть куда ты это все цеплять будешь, если нет этой веры. Значит, в мире не достаёт света простой веры, простых речей о вере, а ведь жизненность зависит от веры. Значит, многие, в том числе, весьма учёные люди свидетельствуют о том, что только слова свидетельствуют о том, насколько слова веры, прочитанные ими в книгах сад веры, сад мира, изменили всю их жизнь. Они почувствовали, что жизнь только начинается. Могу сказать, что да, действительно, у меня вот сейчас ощущение такое, да, что совершенно я попал в другую реальность с помощью вот этой вот простой формулы, что нет ничего кроме Бога. То есть есть конкретная Ашгаха Пратит, это частное проведение, есть всё, что вокруг происходит, это проявление Всевышнего. И второе, я верю, что Всевышний меня любит и приготовил мне только лучшее. Вот это простая исходная предпосылка, фундамент, который, если вот на этот фундамент сделать главный акцент, это вера, потому что, давайте разберём сейчас, почему это вера, и нам очень опять Ашгаха Пратит, видите, как Всевышний делает Ашгаха Пратит, частное проведение. Вот в этой книге, во второй, есть ключик к первой. Это совершенно разные книги, вообще не связаны, два разных равина. Это Рав Шалумаруш, это Раби Зелик Плистин. И в книге вообще не связаны, ну никак, да, это называется happiness на английском, счастье. Формулы истории и инсайты. А это называется сад благодарности. Вообще разные, разные названия, разные даже направления. Этот Равин, он литовское направление. А этот Бресловский хасид, да, Раби Нахмана. Значит, он говорит здесь следующую вещь. Значит, он говорит следующую здесь вещь. What is your time zone? Какая твоя временная зона? Он говорит. Какая твоя временная зона? Он приводит здесь вначале, как бы, проблемы людей, которые сейчас мы разрешим. Один говорит, я фокусирую все время на проблемах, которые были у меня в прошлом. И это меня не дает мне наслаждаться жизнью. То есть я фокусируюсь на проблемах в прошлом. Другой говорит, а я, говорит, я беспокоюсь о будущем, каким оно будет. И это меня, значит, опять же, не дает мне радоваться моей жизни. Вот две главных проблемы людей, которые недовольны. Чем они недовольны? Они недовольны тем, как у них было, потому что все, что не сейчас, оно уже было в прошлом. И они беспокоятся, что у них будет. Но если у меня было плохо, то как у меня будет в моем восприятии? Тоже будет плохо. То есть человек, который фокусируется на том, что у него плохо, его мозг автоматически переставляет прошлое в будущее, потому что будущее неизвестно. И мозг все время занимается предположением, как будет. Поэтому фокусировка на негативных вещах, на проблемах гарантирует ожидание этих же негативных вещей и проблем. Теперь что он нам говорит? Actually, то есть ты в реальности, ты живешь вся твоя жизнь, это одна секунда. Одна секунда, одна секунда, как на английском, one second at a time. Одна секунда во время. Что это значит? Давайте разберемся. Каждый день 2-4 часа он умножает на 60 минут, на 60 секунд, равно 86 тысяч 400 секунд. Если вычесть отсюда время, которое ты спишь, то остается там 60 тысяч секунд. Поэтому, когда ученые говорят, что в день у человека сквозь мозг проходит 50 тысяч мыслей, а они именно так и говорят, проходит 50 тысяч мыслей, потому что, например, вот смотрите, мысль в секунду. Но на чем будет фокусироваться человек в этот момент? Во-первых, когда мысль проходит, он вообще ни о чем не фокусируется. Он находится не в контакте с реальностью. Ты или в контакте с внутренним своим миром, или ты в контакте с внешним миром. Но в любом случае, если ты в контакте с внутренним миром, то мысль, которую ты воспринимаешь, это одна из миллиона возможных мыслей, которые могли бы в данный момент всплыть в твоей голове. А если ты фокусируешься с внешним миром, если твое внимание вовне, то та точка, на которой ты фокусируешь свой взгляд, свое сознание, свое восприятие, это одна из миллиона точек, на которых ты можешь фокусироваться. Поэтому вот та секунда, в которой человек находится в данный момент, секунда реальности, она постоянно перекрыта какими-то субъективными иллюзиями восприятия. Теперь он говорит, значит, если твои прошлые секунды были потрачены как-то неправильно, он говорит, так что? Ну так у тебя всегда выбор. В эту секунду, вот именно в эту секунду презента, ты выбираешь, на что обратить свое внимание. И не дай своему прошлому забрать у тебя настоящее и будущее. Что ты висишь в этом прошлом? Особенно если ты висишь уже в прошлом, зачем ты фокусируешься в прошлом из миллиарда уже, не миллион, миллиард возможных вариаций, на чем сфокусироваться в своем воспоминании? Это вообще иллюзия. Все это иллюзия. Это огромный набор раскадровок каких-то мыслей, каких-то маленьких аспектиков. Почему ты фокусируешься именно на лошади дегтя? Спрашивает он. Говорит, зачем? Зачем тебе это нужно, эта деготь? И когда, значит, человек фокусируется на будущем, будущего-то нет, что он делает? Он берет из своего набора раскадровок прошлого, предположений и кидает в будущее какие-то, значит, что-то кидает, какие-то, как сказать, пазлы, что вот, а может так оно будет, а может так, а может так. Что ты берешь этот деготь опять и размазываешь по своему будущему? Хотя по факту это все происходит в эту секунду и размазывается только во внутреннем восприятии. И когда, значит, он что говорит? В настоящем ты можешь выбрать слова или действия, которые улучшат твою жизнь. И когда ты в present, в настоящем, ты фокусируешься на радости и на радостных мыслях, значит, ты можешь, in the present you can reframe things in ways that enable you to enjoy more and suffer less. В настоящем, в эту секунду ты можешь переформатировать, да, переформатировать и выбрать те мысли, те аспекты, на которых ты фокусируешься, которые дадут тебе больше радости и уберут страдания. Каждую секунду, которую твой мозг выбирает мудрые слова, мудрые действия, мудрые мысли, ты, значит, ты приобретаешь все больше в этом экспертизу. И тогда, тогда у тебя автоматически идет проекция на будущее и ожидания от будущего более, более позитивные и радостные. Значит, вот такой он дал нам интересный момент. Теперь, если мы сложим это, да, давайте до конца я чуть-чуть прочитаю. Он говорит так, что, значит, если ты, если ты сфокусируешься на, to be totally in the present, если ты сфокусируешься тотально на настоящем моменте, это значит, что ты будешь видеть что-то без judgment, без суждений или предположений. Что это значит? Смотри. Если я фокусируюсь на настоящем моменте, на present, на этой секунде, которая в данный момент существует, у меня нет времени в этот момент судить и думать. Почему? Потому что суждения и мысли, они откуда идут? Из прошлого. И как только я начинаю думать и, как бы, погружаясь в размышления, я в этот момент ухожу от реальности. Любое размышление, оно является иллюзией, набором мыслей, которые можно так расставить, можно так, можно так. То есть, это никак не может претендовать на факты или объективную реальность. То есть, любые мысли, это надо сказать, что мысли, это набор слов, условных звуков, условных каких-то изображений, которые ни в коем разе вообще не являются реальностью. Теперь он говорит такую вещь. Если ты научился быть в настоящем, то тогда ты, это обязательно идет без суждений и без предположений. И тогда ты вдруг, если ты научишься это делать, ты начнешь видеть глубже. Suddenly, внезапно, значит, то, что находится на фокусе твоего внимания, и то, что на background, ну, как бы, то, что на фоне, то оно начинает меняться. Ты начинаешь выделять какие-то аспекты, и ты, ну, ты начинаешь замечать, у тебя, как бы, резкость совершенно другая происходит, если ты перестаешь все время шуметь своими мыслями. И, значит, ты начинаешь видеть мир как артисты, как художники или фотографы. И когда ты, когда ты остановишь вот этот свой мыслевмешалку, мыслепоток, и ты, значит, поймаешь вот этот вот момент секунды настоящего, то ты ее увидишь так, как ты никогда не видел прежде. И это, this brings out your creativity. Это принесет в, включит, как бы, твое творчество, да? Почему включит твое творчество? Потому что, когда ты на секунду выключишь вот это автоматическое свое бубнение создания реальности по каким-то привычным шаблонам, и когда ты на секунду это выключишь, тогда, когда оно включается, ты понимаешь, насколько это твой выбор, как думать, какие давать названия. Или ты выбираешь благодарность, или ты выбираешь нытье и очернение, или ты выбираешь предположение, зная, что это предположение, что я верю, что Бог хочет мне хорошего, или как пессимисты, или, ну, вот эти вот стептики, цинити там и прочие мазохисты, они, вот нет, будет плохо, я знаю, будет плохо, и поэтому мне плохо сейчас, я буду сейчас бояться до этого, потому что вот я предполагаю, что будет плохо. По факту это человек, который останавливается и ловит эту секунду, он понимает, что все, что он думает о будущем, это предположения, которые базируются на его прошлых фрагментарных оценочных суждениях, которые, если он раньше благодарил, вот эта вот техника благодарения, она тебе, она приучает твой мозг видеть добро. И когда ты видишь добро, то у тебя внутри добро, когда у тебя внутри добро, ты предполагаешь, что будет добро, когда ты понимаешь, что все от Бога, ты соединяешься с Богом, когда ты предполагаешь, что все от Васи соседа или там от президента какого-нибудь или еще от кого-то, ты просто живешь в иллюзии журналистов, которые это создают, и которые просто сидят себе, пишут деньги, зарабатывают, а ты живешь их мыслями, перечитывая вот эти вот все их аналитические репортажи, и у тебя в голове одни вот эти вот анализы этих репортажей. Вот, и он говорит такую вещь, значит, одно упражнение часто предлагаю людям, чтобы выстроить их возможность фокусироваться на настоящем моменте. Это упражнение выглядит так. Просто повторяйте, сейчас я осознаю, и вы смотрите на один объект какой-то в поле вашего зрения, и говорите, сейчас я осознаю, например, телефон. И вы наблюдаете за тем, как происходит вот этот процесс осознания. Сейчас, now, I am aware, сейчас я осознаю. И вы повторяете, переводите взгляд с одного объекта на другой, и вы вот этот момент, сейчас я осознаю, и вы приучаетесь наблюдать за вот этим моментом реальности, в котором вы соединяетесь с чем-то, что находится в области вашего внимания. Но вы не начинаете это оценивать, вы не начинаете это описывать, а вы тут же переводите это на другой момент. И таким образом вы тренируете свой мозг осознавать момент реальности. Когда вы осознаете момент реальности, вы понимаете, что все остальное – это иллюзия, предположения о будущем и о прошлом, и все это базируется на какой-то вашей вере, которая вообще не ваша, которую вас внедрили через воспитание в предыдущие периоды вашей жизни. И тогда у вас есть возможность выбрать веру, настоящую веру. Что такое настоящая вера? Что нет никого, кроме Бога, и все к лучшему. Все, шаббат шалом, дорогие друзья! Чтобы Всевышний дал нам удостоиться вот этой вот чистой-чистой веры, которая индикатор того, что эта вера есть – это чистая-чистая радость, это полное спокойствие, это ощущение доверия к Всевышнему, который мир создал, нас создал, и мир этот будет существовать. И дальше придет все, что каждому из нас не хватает – благословение, здоровье, благополучие и так далее. То есть для этого всего нужно полное доверие к Всевышнему. Все, всем шаббат шалом, с Божьей помощью, чтобы у всех все хорошо. И посмотрите это видео про Сапир Коэн, которое я перевел вчера. Оно очень сильно пробуждает веру и показывает, вот как оно работает. Что мы вообще не знаем, что с нами будет. Вообще не знаем. Поэтому лучше предполагать и верить, что все будет хорошо, и у вас будет сегодня счастье. Все, пока.